Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в это стандартное время мы обсуждаем с вами проблемы бизнеса, бизнеса в России. Ну, может быть, не только проблемы, а может быть, какие-то хорошие стороны наверняка найдутся. Тема сегодняшней программы будет связана с теми, кто любит хороший звук, кто любит музыку, кто уделяет этому должное внимание. Бизнес на меломанах, так мы назвали тему сегодняшней программы. И у меня в гостях Александр Ян Беляевский, создатель и гендиректор компании «Алекс». Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Тимофей Шиколенков, извините, Тимофей, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аудиомания». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, а для вас, уважаемые слушатели, я напомню традиционно, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.фм». Звоните, задавайте вопросы. Я думаю, что вопросов, как всегда, будет много, ведь эта тема мы за эфиром с Тимофеем обсуждали. Ведь эта тема, все-таки, мы надеемся, интересует достаточное количество наших слушателей. Ведь просто звук чем-то отличается от хорошего звука. Правильно, Тимофей? Конечно, ну, ваши слушатели любят музыку, хорошую музыку, в этом вы замечательно помогаете, в общем-то, спасибо вам за это. Но, тем не менее, хорошая музыка, да, я правильно понимаю, что хорошая музыка для того, чтобы насладиться ею, вполне требует каких-то специальных... Ну, смотрите, тут все, в принципе, зависит от людей. Кому-то достаточно фонового звука, у многих компаний стоят какие-то там маленькие приемнички, которые что-то в уголочке воспроизводят и вроде как заполняют тишину. Для кого-то она не очень приятная, кому-то наоборот. То есть есть люди, которым нужна тишина, чтобы сосредоточиться и хорошо работать. Поэтому мы работаем для той аудитории, которой музыка это нечто особенное, для них это непростой звук. То есть они, например, приходят после тяжелого рабочего дня домой, включают свою любимую пластинку или диск, неважно, каким образом это записано. И важно то, что они получают от этой музыки наслаждение, да, расслабляются и... Ну и вот в этой ситуации, да, чтобы получить наслаждение, слово мы нашли, чтобы получить наслаждение, вот в таком высоком смысле этого слова, нужна, нужен хороший, нужна хорошая техника, хорошая техника. Все правильно. Не просто так, да, чтобы получить наслаждение, все не просто так. Ну давайте поговорим об этом, как эта хорошая техника выглядит. Ну, наверное, насколько она стоит Насколько она популярна в России Кем она представлена Ну, и так далее О рынке, о рынке Смотрите, как выглядит, я думаю, это вопрос В общем-то, вторичный Ну, на мой взгляд Ну, я имел невизуальный ряд То есть, действительно, бывают ситуации, когда Человек выбирает акустику с двух сторон Во-первых, чтобы она его устраивала по звуку Во-вторых, чтобы жена не выгнала из дома Подожди, а жена в каком случае выгонит? Если она вдруг увидит какую-то странную Конфигурацию Или просто он ценник принесет ей чек из магазина Это еще один момент У нас был случай в магазине, когда Жена привела фактически за руку мужа И сказала, вот давай договаривайся Возвращает все обратно Да, был такой случай А причина именно в этом? Узнала, да, сколько стоит А, какой кошмар А ведь он копил наверняка долгое время Цены, на самом деле, очень разные То есть, есть такое заблуждение Что есть что-то запредельное Какие-то эти бешеные деньги И только тогда можно получить хороший звук На самом деле, понятие хороший звук Оно для каждого человека индивидуально И то, что человек хочет получить От звука, от музыки Это очень индивидуально И нужно понимать, что Действительно, техника очень разная Она звучит по-разному Это как, то есть, правильное отношение К подобной технике Как к музыкальному инструменту Ну, извини, пожалуйста Я тебя перебью Я вот не совсем понял Я могу, например, согласиться С такой фразой, да Что у всех Понятие хорошая музыка Ну, мы сейчас давайте Аудио Ну, хорошо звучащее Аудио, да Тут еще тонкость Что надо правильно еще и разделять Стили музыки Потому что те, кто слушает Например, бум-бум-цик-цик Там особо и слушать нечего То есть, для такой музыки Но для совсем примитивной Ну, скажем так Это не так важно То есть, для такой музыки Не так важно Подходить к выбору Там только главное Чтобы громкость была Да, опять же Да, если мы говорим Надо сразу Самое главное разделить Мы слушаем живые инструменты Или синтетические, да Поэтому тут, естественно Она сразу вот отсюда И будет выплывать Если мы слушаем живой звук То есть, естественно Только на живых инструментах Ну, натуральных, да А если уже мы слушаем Что-то синтетическое Вот То там Нет такого понятия Саша, я понимаю В этом случае Опять мы говорим о том Что, да Если мы слушаем живой Ну, симфонический оркестр Или там Какие-нибудь духовые Живые дудки Как в таких случаях То для того Чтобы насладиться этой музыкой Нужна вот такая техника Даже не просто насладиться Услышать ее Услышать Понимаете Почему молодежь не слушает Классическую музыку Она просто не представляет Как она на самом деле звучит И как она может брать за душу В консерваторию, да Вряд ли им можно кого-то загнать Это тяжело, да А если послушать действительно Симфонический оркестр Вот Я проводил эксперименты Я просто проводил эксперименты Я сажал людей И включал им Как это Это же Как это звучит Это же здорово При этом Люди раньше никогда в жизни Не слушали классическую музыку Потому что Им кажется Что это какая-то там Каша Из чего-то звенящего Шуршащего И все это совершенно неприятно Неприятно почему Потому что та техника На которой они это слушали раньше Просто не позволяло воспроизвести Все то Что в эту музыку было вложено И Большинство людей Собственно Они не понимают этого И Хуже всего то Что Есть определенная категория людей Которые Пишут на форумах На разных Они этого никогда Ничего не слушали И не слышали Не собираются Но при этом Имеют свое мнение Что это все Никому не нужно Изначально Да И хуже всего то Что другие люди Которые это все читают Они этому верят И действуют соответствующим образом Это забавно Да Такой Такой разряд экспертов Да Которые не совсем разбираются В том о чем Я называл Сделать убедительно Вообще не разбираются Как можно разбираться Если человек не слушал Не видел Вообще Не присутствовал Но мнение свое имеет Да Таких очень много Это очень большая Кстати одна из проблем Есть форум в интернете Поэтому Как Бугаков Не читайте У Бугаков Да 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 Советских газет Не читайте Нет Это действительно так Мы Многократно Да Говорим о том О плюсах и минусах интернета И вообще Вот этого количества информации Которая На нас обрушивается Ну и один из очевидных минусов Это Невозможность проверить Как поделить Где информация Как можно Кому верить Кому не верить Вот давайте Вот давайте Мы сейчас отсюда И будем отталкиваться Потому что Еще раз повторю Мы Значит Мы настроились на то Что наши слушатели Сегодня узнают Объективное мнение Мнение профессионалов Представленных здесь Поэтому давайте Мы в какой-то степени Пропагандировать А хорошую музыку Что сейчас Тоже не менее актуально Да Учитывая Что это актуально Наверное Надо как-то посещать И джазовые какие-то вещи Саш Как посещать Вот как посещать Как его заставить Сейчас я еду в машине Там слушаю Да Постоянно рекламы А вот Приезжает В доме музыки По-моему Да Глен Миллер Глен Миллер Что такое для Молодого человека Глен Миллер Нет Разрешите С машиной С машиной Это вообще отдельная тема А почему вот эта вот реклама А почему вот не идет реклама Сережа Жилина например Почему не идет его реклама Когда он выступает Ну почему Ну нет же его рекламы А у него прекрасные концерты Он кстати первый в России Организовал джаз клуб Типа Малинруша Представляете что это такое Типа Малинруша Куда можно прийти За столиками Посидеть И вживую уже Непосредственно Послушать Все самое Идеальное исполнение Кстати вот 15 будет Очередной Он раз в месяц Такие вещи проводит Вот Это конечно Пользуясь случаем Да Вы вот так подсказали Хорошую тему Нет Нет Должна молодежь ходить Потому что иначе Они так и будут Сынбум Слушайте Не понимать вообще Где что Надо и в консерватории И в дом музыки Кстати Там тоже много Чего интересно Проходит Вот Но к сожалению Реклама то нет Она только висит Рядом с домом музыки Ну да В лучшем случае Встанешь в пробке Если там Да И увидишь ее Нет Ну это пропагандирует Должна масса информации Журналы И радио Все То о чем я говорил Кстати наверное Единственная станция Которая реально пропагандирует Хорошую музыку Хорошую И какие-то вещи Реальные Которые происходят Это приятно слышать А других Других нет Ничего К сожалению Ну не то что совсем ничего Но очень-очень-очень мало То есть то что Такая передача В принципе появилась На радио Это уже большой-большой плюс Учитывая А это же культура Это же культура Молодежи Мы ее не учим Не воспитываем Не воспитываем Ну да А что такое Спитание Хотя бы дать толчок Где, чего Где, куда Куда им бежать Кстати Да Про автомобили Пока не ушло далеко Сейчас ведь Достаточно хорошо Все в этом плане И в автомобилях В новых Достаточно неплохие Аудиосистемы В отличие от Ну раньше-то вообще Ничего не было Купил железяку И думай сам Что туда вставить Сейчас-то все-таки Компания Ведущие производители Думают о том Что люди все-таки В машине слушают музыку И более-менее Ничего появляется В системе Ну в зависимости От производителя От класса машины От класса машины От производителя Но тем не менее Там есть шанс Чего-то услышать Если у человека дома Там только какая-то Маленький, не знаю Приемничек И телевизор Там какой-то То он в машине Реально может Что-то услышать И понять Что ой А что-то как-то Раньше я слушал Это звучало Совсем по-другому То есть в этом случае Тоже можно сказать Мы можем Одно и то же Музыкальное произведение Послушать на разных Носителях Правильно так сказать? Ну носитель Это вообще отдельная тема Это тоже большая тема Как правильно сохранять И через какой носитель Это все сохранится Сейчас действительно Очень много технологий Тимофей, сейчас мы Прервемся Послушаем новости На Финам.фм Потом продолжим Продолжаем наш Сегодняшний эфир Еще раз добрый вечер Уважаемые слушатели Бизнес-класс На Финам.фм Меня зовут Олег Дмитриев В студии сегодня Александр Ян Беляевский Создатель И генеральный директор Компании Алекс И Тимофей Шоколенков Директор по маркетингу И развитию Бизнеса Компании Аудиомания Ну и говорим Мы сегодня О высоком звуке Или о хорошем звуке Высококлассно Высококлассно Так корректно Я надеюсь Будет Да в общем По-всякому корректно Я думаю По крайней мере Ну основную тему Мы как бы уже В предыдущие 12 минут С вами выявили Вот есть некие Наши по крайней мере Наши с вами Чаяния Потому что я с вами Абсолютно согласен Для того чтобы Действительно понимать И слушать хорошую музыку Для этого нужно быть И хорошая И хорошая техника У нас есть звонок Кстати давайте мы Начнем с него И послушаем Максима Максим добрый вечер Вы в эфире говорите Добрый вечер Три небольших комментария Я хотел дать Значит первый Мне кажется Относительно Того какой музыку Слушают в современности В чем можно Не только одну передачу Там о целый день Можно об этом говорить Если вкратце То в общем-то Музыка современная И наше современное общество Не музыка эстрада Это взаимное отражение Друг друга я бы сказал Что касается Музыки на Финам ФМ Большое спасибо За классический рог И в эту же Так сказать Тему Хотел бы сказать Что вот у меня Автомобиль Там Nissan Patrol В нем Аудиосистема Болус стоит Я до этого Скажем так Не обладал Ни какими качественными Ну по моему мнению Аудиосистемами Аудиосистемами И тут Совершенно Внезапно Недавно Так получилось Да Так получилось Да Но я просто Честно говоря Хотел Как-то что-то хорошее Но в общем-то Так как не понимаю В этом А тут ничего Ничего не приходилось Ни в голову Ни в руки А тут С покупкой машины Вот изменилась ситуация И Совершенно недавно Услышал По новому Металлику С акустическим Значит Акустический концерт С симфоническим Оркестром И там Буквально В какой-то композиции Слышал треугольничек Которого На обычной технике Просто нереально услышат Вот Собственно говоря Мое полное согласие С вашими гостями Я этим хотел выразить Спасибо Спасибо вам, Максим Спасибо Ну как раз та ситуация О которой я говорил То есть такой Первый шаг Человек Случился К пониманию того Что такое Собственно музыка И что он слышал До того Теперь его жизнь Уже изменилась навсегда Обратного пути нет Бедная жена Я так сейчас Да нет Ну на самом деле Не стоит это все Каких-то безумных денег Ну давай об этом Точно поговорим Во-первых Еще раз Я хотел бы задать вопрос Что такое Хороший звук Что такое Хороший звук Мы сейчас не говорим Опять Что у разных Слушателей Он может быть Иначе Кто-то Вот так вот Представляет Хороший Есть же какие-то Технические Характеристики В любом случае Нельзя так Однозначно сказать Что вот С такими техническими Характеристиками Значит эта система Хороший звук Если брать Сравнивать по техническим Характеристикам И только Смотреть Открывать какой-то сайт Смотреть Вот колонка Вот у нее технические Характеристики Вот другая колонка У нее технические Характеристики Зачастую бывает так Что колонка Стоящая Не знаю Пара акустических Систем Стоящих 10 тысяч рублей Может по характеристикам Быть гораздо красивее Чем акустическая система Не знаю За 500 тысяч рублей А смысл тогда Вот в 500 тысяч Смысл в том Что технические Характеристики Это вещь Очень относительная Очень относительная И то Как в итоге Это будет звучать Совершенно не означает То есть нет, скажем так, результирующий звук, не есть отражение технических характеристик. Вот к чему. Ну, не совсем так, но как производитель, разработчик. Да, да, да. Разжуй, пожалуйста, для меня. Нет, есть технические характеристики, просто, к сожалению, они уже устарели. И то, что весь мир сегодня делает, а здесь можно сказать, что не весь мир, а весь мир у нас заключается только в Китае, потому что вся техника, к сожалению, делается в Китае, только с разными естественными шильдиками, разные а-ля страны и так далее. Вот, и поэтому сегодня мало компаний, реальных компаний, это где-то около 10 компаний всего в мире, и моя компания в том числе, которые реально занимаются технологиями и разработками. Вот, поэтому ориентируясь на все старые измерения и так далее, они сегодня уже не подходят, не подходят. Поэтому есть другие критерии, другие виды измерений и так далее, и так далее, по которым можно уже, кстати, измерять и понимать, что может динамик. Ну, самое главное, да, у нас концовка в тракте все равно динамик, динамическая головка, и поэтому, как она излучает, то вы получите. Именно поэтому уже есть и методики, и технические методики, по которым можно определить. Просто журналы пока этого еще не знают и не опубликовывают, потому что они не знают, неграмотные. Саша, в этом случае, смотри, можно так сформулировать? Ну, я, во-первых, коснусь твоего заявления, что подавляешь большинство этой техники делается в Китае. В Китае все одинаково, звук одинаковый. Опять, это понятно почему, потому что ведущие музыкальные производители хотят быть рентабельными, более рентабельными, там дешевые рабочие силы, именно поэтому там основные производства. Кстати, я не знаю, согласитесь со мной или нет, я уже многие лет подряд говорю, что сейчас китайское, это не значит плохое, вот, 90-е годы это всегда были синонимы. Ну, а там есть и ничего, есть более-менее чего, вот, ну, как бы, это не высококлассная тема, вот, и там все по старинке делается. Хорошо, хорошо, да. Ну, вот с этой точки зрения можно ли сказать, вот что все, что производится в частности в Китае, ну и где-то рядом, это направлено, рассчитано на массового потребителя. А то, что производишь ты, например, да, и вот 10 компаний, которые ты упомянул, это рассчитано на профессионала. Ну, не на профессионала, а на аудиофилы, понимаете, у нас я обычный слушатель, понимаете, а есть аудиофилы, понимаете, а есть... То есть это гурманы такие, да? Да, это серьезные люди. Гурманы звука. Да, их мало, их там, хотя уже становится больше, знаете, вот, если где-то там год-два назад можно было сказать, что это их там 2%, да, то сегодня их уже 10%. И, кстати, вот опять же, почему? Потому что проводятся разные такие вот мероприятия артистами, разными, вот, которые джаз, там, и много-много всяких таких, чтобы они понимали, что это такое вообще, чего, и где хороший звук, вот. И народ уже понимает, что надо хорошую технику купить, вот, и уже отказываются от всяких таких, лучше один раз заплатить дорого, но реально приобрести хорошую технику, за которую вам еще внуки спасибо скажут, понимаете? И уже это все больше и больше. И, кстати, тенденция, она идет очень мощная, и в этом году очень много магазинов просто закрылось. Зайдите, наш великий, как бы, это самый центр, да, все знают, который, чтобы не рекламируют. Великий и могучий, да? Да, великий и могучий. Не один. На западе Москвы, да? И там в этом году уже закрылось более 10 магазинов. Они чем торговали? Вот этой вот продукции из Китая, да? Китая, конечно. Вот, и народ уже, нет, если даже везете из Китая, ну уж везите, тогда вещь. Нормальную вещь, нормальную вещь. Смотрите. Извините, Тимофей, подожди секунду. То есть я правильно понимаю, что все-таки потребитель переориентируется, да? Переориентируется, да. Он сейчас смотрит все-таки на более качественную технику и слава богу. Сейчас ты прокомментируешь, у нас есть звонок просто, давай не будем заставлять слушателя ждать. Евгений, добрый вечер, вы в эфире говорите. С вечера добрый. В общем-то, согласен с вами целиком, что вот в последнее время действительно слушатель, он ориентируется на хорошую технику, причем действительно эту хорошую технику, ну относительно хорошую, не класса, а хай-эндов, да? Ну а среднего класса можно купить за приемлемые деньги. Но вот есть одна беда, с которой я вот сам постоянно сталкиваюсь и наблюдаю среди родственников, соседей, что технику покупают, которая действительно способна воспроизводить диапазон частот, ну сложный, который дешевая техника не потянет. Но при этом люди покупают диски МП-3шные, да, урезанные там просто. То есть задача не решена, да, вроде бы, но задача должна быть решена полностью. В итоге человек наблюдает у себя в комнате шикарнейшую технику, сидит с женой, с детьми, ждет какого-то ах, а в итоге эмоции он не получает, он слышит тот же самый звук, что и на своем предыдущем, в общем-то, музыкальном центре, там, либо другой производящей техники. Поэтому, конечно же, хотелось бы, что каким-то доступным образом вот индустрия музыки, да, еще подобным, ну как-то смогла донести информацию до слушателей, да, как-то ненавязчиво просто, чтобы было понимание у людей, что к чему и как, которого сейчас, конечно, в большинстве случаев нет. Вот что хотел сказать, спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо, Евгений. Ну, я, во-первых, хотел бы, да, про характеристики. Очевидно, что есть огромное количество технических характеристик у одного динамика, там, и несколько десятков, да, и они уникальны для каждой модели и никогда не повторяются. Но проблема в том, что большинство людей не понимает эти технические характеристики, и обыватели измеряют колонки как? По размеру и по мощности. Им больше ничего не надо. На самом деле, да, и это тоже проблема, но, то есть, проблема с пониманием. И насчет, все-таки, там, хай-энда, топовых вещей. Существуют огромные, то есть, нету пропасти между Китаем, да, скажем так, и хай-эндом. Существует огромное количество промежуточных, да, решений, там, от, грубо говоря, там, 15-20 тысяч рублей и дальше. Ну, вы там на Китай набросили. В Китае, что хай-энд не делают? Нет, не делают. По белку хай-энда, я так считаю, вот так называю. Просто хай-энд, это не хай-энд, никакого отношения не имеет к живому звуку. Там нет технологий, понимаете? В Китае производят, у меня куча учеников там, понимаете? И те главные инженеры, которые сегодня производят, начиная, там, и JBL, и B&W, и Infinity, ну, я не буду перечислять все бренды, да, это мои ученики, понимаете, которые там, в Китае, сегодня это все делают. Вот, делается все по старинке. Вот, как вот научили, 50 лет динамик делать, вот так и делают, только материалы меняют, понимаете? Лавсан, Кевлар, там, кто во что-то горастет. Вот, а новых технологий-то нету. Они внедряются, подожди, внедряются они почему? Потому что это затратная история, да? Нет, ну, естественно, Китай никогда не будет затрачиваться. Им надо подешевле, много, на весь мир, им деньги нужны. Тут нужно понимать, что Китай, Китай, конечно, это знатные копировщики, да? Если им дать какое-то решение, хорошее или плохое, неважно, они его будут копировать. Хороший динамик нереально скопируют. Если было бы так легко, все бы фирмы просто копировали бы динамики друг друга, и все. Хорошие понятия растяжимые. Все стараются купить хороший динамик. И хорошие динамики, их 10 компаний всего мировых есть, которые производят хорошие динамики. И вообще самое главное, здесь надо иметь понимание, то, что, чтобы создать живой звук качественный, да, нужно создать динамик. Не купить? Зачем мне слушать чей-то динамик? Я что, не слышал, как другая компания звучит, понимаете? Поэтому многие компании, они применяют чужие динамики. Зачем это? А великие компании, они делают свой динамик, свой динамик, понимаете? И у них свой звук, и характер, и так далее. И чтобы создать, вам нужно получить, понимаете, живое звучание, нужно создавать динамик, чтобы вы захотите, как вы захотите, чтобы он звучал, а не то, что вам даёт. А динамики говоришь, как о некой скрипке с трагивариумом, понимаешь? Ну, конечно, правильно. Это так и нужно говорить, другого вопроса. Вы понимаете, там очень много, много чего там, понимаете? Там столько всё, как, надо же работать над магнитами, над кернами, над подвесами, над рамами. Я замучаюсь перечислять, над чем надо работать. Не считая там лаков, пропиток там и всё остальное, чтобы заставить его звучать. Нет, тут я вот просто реально вижу сейчас трагивариуса, понимаешь? Так вот Китай не будет этим заниматься, понимаете? А не важно, это обычно, и все, и вперед, и с песней. И не важно им там, они в хаент это или в дешо. Поэтому, что недорогую технику взять, что хаент взять, звук один и тот же. А дальше уже дизайн. Саша, мы о дизайне тоже сегодня поговорим. Сейчас надо послушать новости на Финам ФМ, потом подумать. Итак, друзья мои, я, честно говоря, не ожидал. Не ожидал того, что сейчас происходит в студии. Ну и, судя по всему, как реагируют на это наши слушатели. Действительно, это проблема. Я бы сказал, мы вскрываем сейчас рану, такую кровоточащую рану. Даже новости, да, не дают возможности остановиться моим сегодняшним гостям. Значит, мы продолжаем наш разговор. Я единственное, что ещё раз напомню. Сегодня мы обсуждаем вот эту, как оказалось, ещё раз повторю, достаточно актуальную проблему хорошего звука. Адресовывают мы наш сегодняшний эфир, прежде всего, меломанам. Ну и профессионалы этого хорошего звука знают, по крайней мере, что это такое. Сегодня у меня в гостях. Это Александр Ян Беляевский, создатель и генеральный директор компании «Алекс». И Тимофей Шиколёнков, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аудиомания». Тимофей, давай, твой выход. Да, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что производителей акустики много, производителей электроники много. Не всё из этого делается в Китае. Есть приличная, вполне качественная аппаратура, производящаяся в Европе. И даже в Новой Зеландии есть. Есть производители. Понятно, что существуют некие... Ну, то есть, прежде всего, надо понять, что не существует чёткой границы между Hi-Fi и Hi-End. Hi-End – это очень условное понятие, которое сложно сказать, где начинается. Но понятно, что оно нигде не заканчивается. Нет, это конкретное понятие. Hi-End – это наивысшее верное звучание в том или ином выведенном тракте, согласованное с собой по компонентам. Всё, опровергните это. Всё. Нет, ты меня сможешь опровергнуть. Это очень серьёзное определение. Это очень серьёзное определение, но нужно понимать, что... Или мы высокую верность в звучание берём, или мы просто слушаем музыку. На китайских колонках. То, что мы слушаем, это весьма субъективно. Поскольку уши у нас аналоговые, они для каждого человека индивидуальны, иначе бы тогда никто бы... То есть не было бы конкуренции, существовала бы одна единственная колонка, которая правильно звучит, её бы все покупали и сказали, вот это вот, то самое правильное звучание. Вот опять неправильно, потому что тональный баланс разный, тональный баланс разный. Много роялей, они все разные, они все настоящие, живые, каждый прекрасно по-своему звучит. И нет одного единственного рояля. Так же, как и скрипка, так... Поспорить не могу, да, мы только что аналогию нашли, скрипка и страдевая. Понимаете, поэтому это неправильно, вот вы опять неправильно объясняете людям, понимаете, поэтому акустика, она тоже, и аудиотехника, она разная, вот как конфеты, понимаете, вы заходите в магазин с духами, там духов очень много, или конфеты, понимаете, они все разные, все разные. Кому-то нравится мишка на севере, кому-то шапочка. Я об этом и говорил, что человек, когда он слушает музыку, у него есть свои музыкальные предпочтения. Это должна быть настоящей, понимаете, а не сертификатической. Да, но конфеты все разные, да? Шоколадный. Правильно. Но опять же, и шоколад тоже бывает разного вкуса, точно так же и колонки могут быть, красная электроника, разные. Тимофей, подожди, Саш, все. Давайте так, брэк, брэк, брэк. Посмотрите, нет, все замечательно, я вас обоих понимаю, у вас такие принципиальные позиции, и на самом деле все это правильно, но чтобы мы не скатились, да, в некий такой легкий базар, давайте все-таки мы вернемся к конве. И, во-первых, ну, по крайней мере, Саша попытался это сделать, я уж не знаю, да, как это у него случайно, показалось или нет, получилось или нет, можем мы, ну, хотя бы какие-то характеристики хорошего звука все-таки произнести? Какие-то характеристики. Какие-то характеристики? Ну, что имеется в виду, научные или что? Не научные, конечно, субъективные. Вот, нет, ну, только что было сказано, да, это субъективно, ну, как субъективно это? Субъективно они же тоже бывают, ну, например, вот, глубина сцены есть или нет, вы же услышите, глубина сцены, пространство есть или нет, или плоский звук вот на одной линии, ну, это любой человек услышит. Понимаете, если, если, а не надо это измерять, вот здесь вот как раз ухо, вот для этого ухо, понимаете, а вот чтобы детализированность, детализированность услышать из динамика детали, вот здесь нужны новые научные измерения, чем мы и занимаемся, кстати, вот, а многие не занимаются. И вам график покажет, где у вас больше линий, а где меньше. Вы динамик поставили синтетический, а у вас там нет ничего, линий нет, их там 5-6 линий, понимаете, а детализированные там 105 линий, понимаете, сразу понятно, что диффузор выдает больше детализации, детализирует, но для этого нужны новые технологии, которыми мало кто занимается сегодня. Вот, а измерить можно и на ухо, естественно, надо измерять, и техническими, естественно, средствами измерять, ну, как, по-другому, есть и определение, но это научные вещи. Мы немножко по-другому действуем, поскольку, да, у нас достаточно богатый ассортимент акустики, электроники, и мы просто приглашаем клиентов в нашу комнату прослушивания, приезжают, садятся и слушают. Эта колонка нравится, эта колонка не нравится, в этой нравится то, в этой нравится другое, естественно, точно так же, как этому человеку понравилась конкретная акустическая система, другому она может не понравиться, ему может понравиться наоборот. Ну смотри, причем даже бывают ситуации, что цена не обязательно играет основополагающую роль. Ну то есть вот я об этом, да, смотри, он тебе приехал, приехал будущий твой покупатель, он тебе как-то что-то, смог он тебе что-то объяснить, чего бы ему хотелось, или вот так на пальцах, ой, я уже хочу, хороший звук у меня был. Нет, обычно какие вопросы, обычно вопросы о помещении, то есть где это будет стоять, потому что от этого многое зависит, дальше вопросы о том, какую музыку слушает, какую музыку любит, потому что от этого тоже сразу начинаем плясать, что ему может подойти. И дальше вот эти комбинации, есть какие-то предложения, вот это, вот это, вот это, возможно, вам вот подойдет, попробуйте послушать. Он садится, слушает, либо свои диски приносит, либо наши слушают, часто свои приносят, вот, и выбирает таким образом, находит уже то, что ему больше всего подходит. Ну то есть вот, видишь, мы уже пытаемся каким-то образом, мне так кажется, по крайней мере, да, систематизировать то, что сначала вызвало такую горячую реакцию. То есть, значит, хороший звук появится у меня, да, в зависимости от того, в каком помещении я собираюсь слушать. Это очень важно, да. Понятно это уже, да, потом какую музыку, да, именно с жанровой точки зрения, да, какую музыку я буду слушать, правильно? Все правильно, тут еще тонкий момент есть. Кроме жанрового есть еще звуковые предпочтения. Кто-то вот, несмотря на что, несмотря ни на что, хочет, чтобы вот басов было больше, чем их должно быть на самом деле. Потому что, с одной стороны, да, это вообще тема российская, ну не то, что российская, очень часто... Мне кажется, чем глубже басы, тем вообще это круче, нет? Правильно, но глубже, но не больше. Я в машине, но вот у меня на максимум. А это говорит о том, что у вас просто акустика не в состоянии воспроизвести то, что записано. У меня Infinity, Infinity хорошая же. Она хорошая, никто не говорит, что она плохая, да. Вопрос в том, что может данная акустика воспроизвести. И желание добавить каких-либо частот, это говорит о том, что либо это просто не ваша акустика, либо это акустика неподобающего уровня. То есть она просто не в состоянии воспроизвести. Либо, может быть, вы эту музыку хотите слушать по-другому, потому что звукорежиссер, когда записывал, сводил эту музыку, музыканты, когда ее играли, они хотели, чтобы она звучала вот так, а вы хотите выкрутить ручку. И тут два момента. Сейчас секунду прерву, у нас есть звонок еще, давайте послушаем. Игорь, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый день. Вот участники вашей передачи говорят о предпочтении звука, но они упускают очень важный момент. Все звуковые компоненты, в том числе и колонки, делятся. Звук есть американский, азиатский, европейский. Это очень важно, потому что звуковые предпочтения жителей разных континентов нашей планеты абсолютно разные. То есть действительно вот так можно поделить, да, на американский, на европейский, на азиатский. Я писал в своей первой книге. Да, именно так и есть. Что касаемо современной производимой аппаратуры, считаю, что она сильно проигрывает аппаратуре 20-летней, 30-летней давней. Приезжайте к нам в аудиоманию и узнаете, что все немножко не так. Нет, я не соглашусь, вы мне можете сказать все, что угодно. Взять любые современные аппараты все равно, они не звучат так, как бюджетный усилитель 30-летней давности. Бюджетный именно, бюджетный, да? Да, ну это простое, я могу сказать, мы даже не берем те аппараты, что были высшего ценового диапазона. Понятно. Спасибо, Игорь, спасибо, ваше мнение понятно. Есть такое мнение, есть такое, ну, я даже не знаю, наверное, не стоит спорить в данной ситуации, потому что человек нашел свой звук, и он наслаждается, и молодец. Вы как эксперты должны прокомментировать. Подожди секунду, смотри. Во-первых, мне хочется услышать от вас подтверждение, либо опровержение, для меня это новость, действительно. Действительно, это так, что есть американский звук, есть европейский звук, и есть азиатский. От чего это зависит? Нет, ну как? От ментальности? Нет, во-первых, каждый... Нет, понимаете, мы привыкли русские народные слушать, да? Американцы... Это кто? Другие. Нет, ну я аукрирую. Кантри слушают. Ну да, кантри слушают, да. Американские народные, да. В Китае там вообще другая музыка. Согласен. Совершенно другая. Там пентатоника, если уж быть, да. Менталитет разный, и восприятие звучания совершенно разное. Поэтому, например, в Америке нравится акустика, чтобы она компрессионно звучала, чтобы она так, тум, прям в грудь била. В Китае, например, в Японии или азиатские страны, они любят звук такой, такой слащавенький, такой поверхностный, такой цик-цик-цик, такой вот все, вот это вот. То есть здесь повыше, надо высоких частот помочь. Европа, она любит такое, что-то такое фундаментальное, такое насыщенное, такое вот, как бы вот реально. Россия, она любит, кстати, тоже, у нее свой звук. Вот, опять же, поэтому, именно поэтому, кстати, вот мои из 90, там 30-летней давности, да, они там нравятся сегодня очень, ну, многим они нравятся. Они хоть и устарели безбожно, да, потому что сегодня, ну, новые технологии. И, кстати, я здесь не соглашусь вот с человеком, который звонил, да. Естественно, сегодня новая техника, естественно, она превосходит и по качеству, и по звучанию. Это то, с чего мы начинали эту передачу, да, когда мы сказали, что человек не слышал, не приезжал, не слушал, не видел, ничего, а делает. Ну, у него есть мнение, я понял. Это человек, пожалуйста, вот пусть приедет, пусть приедет в одну компанию, в другую, в третью, по салону, пусть съездит, послушает новое. Я вас уверяю, он услышит где-то то, чего он никогда не слышал. Это гораздо выше технологии. В этой теме очень много консервативных людей, конечно, да. Тимофей, вот по поводу, ну, понятно, да, Саша все рассказал нам, действительно, американский, европейский. Ну, я бы добавил к этому то, что, в общем, тенденции такие, что все это немножко сглаживается, потому что глобализация, все слушают одну и ту же музыку, и все идет, в общем, к тому, что вот эти понятия, которые действительно были очень сильны, там, скажем так, лет 10 назад и больше, сейчас они в меньшей степени. И плюс, опять же, то, о чем мы говорили, что производителей динамиков не так много, и на одних и тех же динамиках делают различные компании свои колонки. Причем, действительно, нельзя сказать, что на этом динамике получится обязательно хорошая колонка или обязательно плохая. Очень бывает по-разному. На одних и тех же динамиках делают абсолютно разные акустические системы, которые звучат абсолютно по-разному. То есть, да, динамик необходим, чтобы он был хороший, иначе ничего не получится, но это не гарантия результата. Это тоже очень важно, потому что мы продаем компоненты, у нас очень часто, вообще в России очень развита вот эта культура таких кулибинных, да, сами делаем. Сам соберу. Да, да, сам соберу, и люди зачастую не понимают, что просто взять, сколотить фанерный ящик, ссунуть в него, там, хороший. Супер динамик, да, и все. Результат, да, результат будет, мягко говоря, отвратительным. Есть еще один звонок, я еще раз повторю, очень интересные темы, и мне, и нашим слушателям, очевидно. Сергей, добрый вечер, вы в эфире говорите. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей меня зовут, у меня к Александру, там, ну, вопрос не вопрос, хотел поделиться. Вот Александр, говоришь, что занимается технологиями, да, новыми, и немногие фирмы занимаются. Вот мы, в принципе, тоже занимались звуком, изобрели новый способ получения акустических колебаний, где нету вибрирующих механических колебательных систем. Излучательным является сам воздух. Если интересно, Александр, это направление, то... А нам все интересно, все, что касается науки, я так как член Российской Академии, естественных наук и так далее, и заведую отделением по акустике и аудиотехнике Российской Академии, поэтому милости просим, все адреса есть, и телефоны на сайте компании «Алекс», пишите письмо, и мы свяжемся обязательно. Пишите, Сергей, пишите письмо Александру, действительно, может быть, у вас в руках некое стратегическое открытие, не исключаю этого. Ну, в принципе, в теории, это динамик, который не имеет собственных технических характеристик, что тракт на него. Что в конечном итоге, да, наверняка повлияет на конечного потребителя, потому что ему будет проще, да, определиться. Вот эти вот критерии, да, о которых мы сейчас целый час говорим, их практически не будет. Вот есть некий динамик, и он все равно... Не, ну вот, кстати, вот динамика – это самое главное, да? Вот, и России, кстати, есть чем гордиться-то. Вот, видите, вот еще человек позвонил. Саш, спасибо, вот о гордости России обязательно слушаем новости, потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, напоминаю, сегодня мы пытаемся выяснить, как должен звучать высокий звук, настоящий, хороший. В общем, масса эпитетов сегодня, масса похожих наименований. И в гостях, напомню, Александр Ян Беляевский, создатель и генеральный директор компании «Али». Кстати, извини, пожалуйста, да, вот учитывая все, что ты рассказываешь, слово «создатель» в данной ситуации ключевым является, да? И Тимофей Шоколенков, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аудиомания». Саш, продолжи, пожалуйста, вот за эфиром ты рассказывал о том, что, да, как динамик в принципе выглядит, и оказывается, как нынешний динамик. Динамик был изобретен и запатентован, да, ну, изобретен он был раньше, а запатентован в 1926 году, да, 1925-1926 год. Вот, и сегодня, сегодня все динамики, которые есть, они делаются по одному и тому же принципу. Магнитная катушка, вот, все, диффузор, там больше ничего нового. Дальше уже там, вот, так вот, этот динамик, он не полноценный, он имеет свои провалы в самой слышимой части, в средней частоте, потом места стыковки, вот, например, если в ВЧ, там, говорите, НЧ, поэтому полноценных динамиков нету, нету. Вот, сегодня, поэтому, сегодня самое главное, просто и весь мир, вот, делает один и тот же динамик из разных материалов, нужно другой динамик делать. И он есть уже, мы изобрели его, и Россия есть чем гордиться, и он запатентован, и не один патент. Вот, у нашей компании, кстати, около 40 патентов, 40, понимаете, фирма Макинтош великая, 32 патента, фирма Клипш 28 патентов. Я не хочу обидеть, но, знаешь, если мы будем просто соревноваться в количестве патентов. Нет, я просто потому, что Россия, она в акустике сегодня опережает весь мир-то, но, к сожалению, многие покупатели этого не знают. Хорошо, а когда появится новый динамик в рознице, извини, пожалуйста, когда он появится? Он существует, ты его изобрел, у тебя патент на него есть, ты повесил его на стенку и радуешься, а когда мы услышим этот звук? А я не хочу его в Китае отдавать, понимаете, потому что, опять же, массовая вещь, потому что в России массово никто не производит. Нет производств массовых, огромных, больших, массовых, это уже государственная поддержка должна быть. Вот, вот, вот. Государственная поддержка, вот, нужна какая-то фабрика, куда дать эти технологии, и весь мир завалим этими динамиками. Просто весь мир, реально. И в автомобиле, кстати, в том числе, вот в автомобиле сегодня проводят больше всего времени, пробки там и все остальное, да? Вот, и звук там тоже неполноценный. Почему? Потому что у вас динамик, во-первых, он имеет провал, он очень находится у вас там, у кого в полу, у кого в ноге, у кого еще там где-то. В двери. В двери, да. Вот, понимаете, должна другая быть конструкция, и именно конструкция воспроизведения, понимаете? И сегодня уже диффузор от самой точки работает, от самой точки, потому что все работают по периметру от катушки. Дальше провалы, и все, нет стыковок. Вот, изобретен динамик уже, все работает на кристаллах. На кристаллах работает все, все это. И временная задержка мгновенная, понимаете? Даже вот просто, он будет лучше всегда уже, потому что временная задержка, кристалл сразу к диффузору прикреплен. А не к... Пока поводки, магнитные катушки, временная задержка очень долгая. Подожди, подожди, забавно, забавно, смотри, забавно. Я сейчас тебя слушаю, я ничего не понимаю, что ты говоришь, в принципе. А надо один раз услышать, как звучат эти колонны. Как ты это все преподносишь, понимаешь? У тебя глаза горят, понимаешь, это все, это революция. Один раз надо услышать. Вот почему люди, вот я вот одного не понимаю, вот они пишут в интернете, вот человек звонит, но он же не слышал. Ну как можно обсуждать те вещи, которые ты не слышал? Ну как? Ну ладно. Это то же самое говорит, что там Мерседес плохой. Ну да, потому что... Ну, участь? Да, да. Как ты видишь вот в ближайшее время развитие революции случится? Вот, собственно, революционеры у тебя есть, кулименты есть? Я как маркетолог оперирую спросом и предложением. То есть есть спрос, есть предложение, есть производство, которого много. Есть различные акустические системы, есть различная электроника, есть различные кабели. Они потребляются, они решают задачи, люди их покупают. И да, конечно, замечательно, что есть какие-то прорывы в научном смысле. Но у нас сейчас весь мир оперирует деньгами. Да, вот если мы действительно не можем отдать в Китай какое-то производство, которое не гарантирует нам результат, значит с экономической точки зрения это в данный момент не очень интересно. То есть если невозможно превратить эту задачу, этот продукт в конечный продукт, который будет качественным за свои деньги, ну, значит, еще не пришло его время, может быть. Да нет, да время пришло, просто мы живем в такой стране, ну как, я не хочу брать кредиты. Мне что, в банк что ли лезть, кредиты брать? Саша, а как иначе? Ну, нужен какой-то капитал для того, чтобы это все поднимать. Это нереально. А в Китае я не хочу отдавать технологии, я уже достаточно им отдал. И пять лет назад я объявил на весь Китай, что больше технологий акустические они не получат. Поэтому застой. У нас пять лет застой. Посмотрите, одно и то же. На каждой выставке одно и то же, только дизайн меняется. Ну вот, ничего. А почему там было что-то новое, какие-то движения? Почему? Потому что уши никуда не поменялись. Нет, а почему? Уши не поменялись, технологии поменялись. Они все еще на голове, ты это хочешь сказать? Да, они все еще слышат. Ну это слава богу, что они все еще слышат. Нет, естественно, уши у нас аналоговые, и никакая цифра, которая сейчас действительно идет, так сказать, семимильными шагами совершенства технологии, ничего не изменит. Динамики все равно будут аналоговые, потому что они воспроизводят звук для аналоговых наших ушей. Ну, как бы да, но уже, вот видите, опять вы не обладаете информацией. А мы уже сделали, понимаете, вот уже образцы есть. Многие, совершенно другой вид излучения будет. Саш, Тимофей, давайте вот еще. Времени, к сожалению, не очень много, да. Тема, как оказалось, бездонная. Помните, да, звонил один наш слушатель и говорил о том, что парадоксальной ситуации иногда возникает. Возникает, да, я купил отличную акустику, ну, опять в кавычках я поставлю ее. Ну, да, китайскую очередную. Саша, да. Отличную акустику, я пришел домой наслаждаться этим звуком, поставил MP3, да, пластинку или какую-то CD, а там так себе запись и пшик. Ну, скорее она просто уже... Запись-то была хорошая, но ее испортили... Вот давайте об этом, да, о носителях. Как должны они выглядеть, чтобы они были достойны хорошего звука? Ну, носитель, я думаю, здесь, в общем-то, вторичен. Если мы говорим про цифровой звук, то здесь важно не то, на чем записан этот файл, да, там, на флешке, на диске, не важно на чем. Важно, что это за формат и как изначально он... То есть откуда взялся этот звук, что с ним происходило. Потому что все говорят, вот цифра, цифра, да, и в ней все замечательно, единички, нолики, но звук изначально все равно аналоговый, нужно это понимать, да, и уши аналоговые. То есть все, что в промежутке происходит, превращение звука в цифровое обратно, это большая проблема. Это ухудшает звук. Ну, любое преобразование ухудшает, любое, какое бы ни было, да, даже если мы говорим, что это... Правильно я могу сказать, что винил до сих пор это вот самый, я бы сказал... Ну, не самый, но это аналоговый источник, да. То есть в случае с винилом преобразование в цифру не происходит. Вот, да. И, в общем-то... То есть есть возможность вот именно виниловую пластинку, слушая, да, приобрести самое качественное звучание. Ну... Тут много тонкостей, огромное количество тонкостей. Ну, например, давай. Самое качество... Ну, здесь можно сказать самое аналоговое. Не самое качественное, а самое аналоговое, понимаете? А вот, в самом аналоговом там есть как бы свои нюансы. Вот, но он аналоговый, настоящий, очень приближённый к натуральному. Нужно понимать, что любой проигрыватель винила состоит из-за огромного количества элементов, и каждый из этих элементов играет, ну, если не ключевое, а то очень важное значение, да. Почему головки виниловых проигрывателей могут стоить, там, не знаю, полторы тысячи рублей, а могут стоить, там, сто тысяч рублей. Да, казалось бы, это одно и то же, да, и вроде как сделано почти из одного и того же, но оно абсолютно по-другому звучит. Ну да. Вот, и это очень важно. Каждый компонент, он вносит свой вклад. Я понял. Ну, так вот, сейчас, да, мы не найдём виде идеального какого-то носителя, да, или... А идеал недостижимый. Идеал, нет, как на концерт, скажите. И лучший, да. Лучший сегодня носитель, это CD-диски, виниловые, вот. Ну, как бы, я считаю, лучшие. И старые кассеты плёночные. Плёночные. Нет, ну, есть промежуточный вариант. Очень хорошо играет. Есть промежуточный вариант. Говорят о живом звуке аналогом. Ну, да, есть, если говорить про цифровые форматы, то сейчас достаточно много форматов с высокой частотой дискретизации, да. То есть там, естественно, звук вполне себе приличный, да. Но тут, как всегда, есть баланс, да. Если мы скачиваем из интернета какой-то файл в каком-то супер-пупер формате, в котором там огромная частота, всё такое, да. А дальше воспроизводим его на компьютере, к которому подключены компьютерные колонки. Здесь ситуация обратная, да, что формат-то замечательный, файл-то замечательный. В компьютере внутри тоже всё не так, как должно быть. То есть просто нужно от начала и до конца понимать, что важно. Важен источник, да, важен и файл, там, или что относительно. О, правильно, вот опять мы приходим к тому, что я уже объяснил. Найвысшая верность звучания, приближённая к натуральному, это согласованные компоненты. По-другому вы ничего не сможете, это определение. По этому определению всё не учатся уже другие. Я же не спорю с тобой, согласованные компоненты. Конечно, конечно. Просто об этом всё время. А что это за компоненты? Вот это вот, кстати, большие ошибки люди делают. Вот надо подбирать технику как-то согласованно. А многие сегодня, о, понравился плеер такой, он его купил. Потом к нему ищет усилитель, другой понравился по дизайну. Да, да, да. Потом провода понравились такие, а потом они начинают это согласовывать, что абсолютно невозможно. Совершенно согласен с этим. Очень часто бывает такое. Выход из этой проблемы, какой выход? Надо брать всё в ансамбль, что называется. Надо слушать, да. Бывают ситуации, когда можно действительно взять усилитель от одного производителя, проигрывать или от другого. Бывает. Но это нельзя делать спонтанно, сказать, о, вот это мне нравится, у этого 5 звёзд рейтинг в каком-то журнале. Потом эти колонки, они тоже их все хвалят. Я сейчас всё это соберу, и будет лучший абсолютно звук. Так не бывает. То есть, проще всего всё-таки всё непросто. Прийти, да, и взять... Это идеальный вариант, да. Но тут тоже сложность. Как взять, когда менеджеры не объясняют, где толковые менеджеры, они не смогут ещё объяснить. Это отдельная песня. Это, это, это различные комбинации, чтобы давать грамотные советы. То есть, вот несколько месяцев вы как раз этим и занимаетесь. Для компании Audio Money это нормально. Для рынка в целом, к сожалению, нет. И зачастую бывает так, что люди традиционно как... А вот это вот, это завалялось, давайте вот это впарим кому-то. Ну, традиционно для российского рынка. И тем более... У нас очень много традиций, я слушаю вас. Я, знаете, действительно, сталкиваясь с этими проблемами, что приходит человек, а вот мне там посоветовали. Думаешь, кто же это посоветовал-то? Кому же в голову пришло такой совет дать? Потому что это, ну, где же логика-то? Человек же даже тоже не слушал. То есть, точно так же этот продавец в этом магазине, он не представляет, что он посоветовал. Он просто посмотрел там по прайс-листу или почему, я не знаю. Я понял. Тимофей, Саша, спасибо вам огромное. Время, кстати, же заканчивается. Видите, мы сегодня подняли, оказывается, огромный пласт проблем. Звук, хороший звук. Для того, чтобы получить хороший звук, нужно быть, ну, абсолютно многоуровневым каким-то товарищем. Не, нужно просто прийти в правильное место. Ну, либо так. Огромное спасибо. Александр Ян Беляевский и Тимофей Шиколенков. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание.